Добрый вечер, дорогие детишки. Ироничное приветствие, вам не кажется? Позже поймете, о чем я. Да, вы не ошиблись. Опять скандалы, интриги и расследования. В основном первые. И прежде чем некоторые из вас, я подчеркиваю некоторые, возопят о том, как вы устали от подобного на ютубе, что блогеры вместо нормального контента делают такое вот дерьмо, я предлагаю вам заткнуться. А то получается как-то лицемерно, ведь это именно вы, основная аудитория ютуба, продвигаете подобные видео, смотрите его, возвышаете над остальными. Под роликами со скандалом вы пишете комментарии о том, как вам надоели скандалы, тем самым посмотрев его, прокомментировав, да еще и поставив дизлайк. Ну то есть сделав все возможное, чтобы продвинуть его по алгоритмам платформы, выведев топы. И после этого мы получаем замечательную картину, при которой только такие ролики и собирает больше всего просмотров, делая выкрики о жажде и нового рода контента лживыми. Ведь в глубине души и все, кто так пишут, ждут добавки, потому что те, кому не нравятся подобные ролики, просто их не смотрят, и ничего не пишут, и ничего не говорят. Ибо несмотря на причитание о засиле и такого рода скандалов, контента иного типа навалом даже на каналах участников этого замечательного скандальчика. Кстати о скандальчике. Ну да. Лоровые войны. Так же вы их называете, да? Господи, сколько папаса. Вы бы еще это гражданской войной Ютуба назвали. Нет, я понимаю, откуда растут ноги всей этой пропанации. Оттуда же, откуда вырастают такие вот просмотры. Вам приносит удовольствие возведение этого копошения в песочнице до масштабов военного столкновения. Вы ведомы, вам приятно ощущать себе в эпицентре чего-то важного. Не всем, конечно, но многим, я уверен в этом, конечно же, из тех, кто подобно занимается. А как по мне, называть это войной все равно, что называть укус комара атакой вражеской авиации. Видите ли, мы живем в 21 веке и сейчас у некоторых из нас есть возможность собрать группу единомышленников. И тогда тебе начинает казаться, что это действительно столкновение. По факту же, обычное ругань, если убрать всех зрителей. Эка невидаль. Еще не такое бывает. Видите, я потихоньку подбираюсь к сути конфликта. Дело в том, что я хотел бы сказать не про конфликт, в основном, а про самое слабое его звено, а о самом слабом участнике всех, кто увяз в этом споре. И должен сказать, до последнего времени я ошибался в своем суждении. Так что придется все же еще раз вернуться к этой теме. Я полагаю, если вы это смотрите, то уже ознакомились с роликом адвоката Алдуина и с некоторыми другими роликами не моего авторства. Если нет, то предлагаю ознакомиться. Без них ваше понимание ситуации будет, наверное, неполным. С другой стороны, я постараюсь объяснить все доходчиво. С момента ссоры Фокси Микс и Мистера Кэта прошло уже много месяцев. Я бы сказал, что все давно все забыли, но это будет неправдой об этом позже. Обида тлела, как угли угасающего мира. Ай, извините за эту лирику, я просто еще не отошел от Дарк Соулс. Короче, говно бурлило в чане потихоньку, просто немногие обращали на это внимание. И вот, по прошествии полугода, наконец, был дан достойный ответ. Разрешите представить, Тесфан, он же Фантом. Батя, как он сам себя называет. Ну, насколько он батя, судить не мне, но парень явно толковый. Имеет лучший канал на ютубе из всех, посвященных древним свиткам, да и вообще мужик, что надо. Ну, разумеется, по мнению подписчиков, конечно же. Ну, они же не будут врать, в конце концов. Ммм, его канал специализируется, как вы уже поняли, на древних свитках. Насколько я понял, он снимает мыши Нимы. Я знаю, насколько это тяжело, поэтому могу сказать только одно. Он молодец. Но не только поэтому. А еще потому, что он, наконец, смог дать достойный отпор этой несносной Фокси Микс. Двуличной, как и все те, кто ее защищал, вроде Шейдингеймс или меня. Да, я тоже двуличный. А, вы что, не знали? Вот мы, блогеры, такие, да. И сейчас с вами разговаривает мое второе лицо. Лицо правды и справедливости. Внемлите мне, слушайте внимательно и следуйте за моей мыслью. В конце концов, все из нас имеют право поменять направление движения, не так ли? Как это сделал я? Ну так вот, еще раз напомню вам хронологию того, что вы так папастно называете войной. После трейлера шестых свитков все кинулись делать предположение о том, где же будут происходить места действия игры. Не примену воспользоваться этой ситуацией и Иван Сагиров, он же Мистер Кэт. В своем неповторимом грибном стиле он начал докапываться до скоримских нигеров, доказывая, что новая часть будет в Хаммерфелле. И его аудитория бурно аплодировала. Так бурно, что Ксении, она же Фокси Микс, стало обидно за лоровое сообщество, как мы тогда думали, которому приходится по крупицам выискивать истину, пока всякие профаны со своей детской непосредственностью 32-летнего здорового лба выдумывает не былиться на ходу. Кстати, нечто похожее происходит сейчас и в серьезной науке, и в том числе в истории. Оттуда мы и получаем всяких резунов. Ну да ладно. Ксения его пожурила, мол, хватит нести бред, да еще и делать это как-то по-глупому, скривлянием. Имела ли она на это право? Конечно же нет. Ведь Иван делает то, что он хочет делать, и никто ему не указ. В ответ Иван сделал ролик, где сам попросил лороведов, взял упор именно на этом, пояснить ему, а что же тут и к чему. Конечно же, чисто случайно в кадр попал аватар какого-то кинга. У Ивана в папке для монтажа много аватаров каких-то там кингов, выбирай любого. А про крупнейший канал, посвященный лору Тесс, Иван, конечно же, не слышал это все совпадение. Ну и тут подключились иные силы. Во-первых, сама Ксения попыталась поговорить с Иваном в личке на тему лора, попыталась открыть ему глаза. Это Рыжая приводила, видите ли, идиотские аргументы про Ричманов и их связь с Хайроком. Начитается своих Википедий, а потом мня от себя лороведами. Далее снова ролики от Ивана, где он уже открыто оскорбляет Фокси Микс. Имел ли Иван на это право? Полное, я считаю, ведь она первая начала. Неважно где, но начала же, Иван же врать не будет. Далее в игру включился я. Я же тот же тот, кого можно назвать лороведом. Да и мне не нужно чье-то разрешение. И мне до сих пор стыдно за это. Я поддержал ее, обличив слабые стороны теории Кэта и его откровенную глупость. Таким образом, я поспособствовал становлению ЧСВ Ксюши, в чем раскаиваюсь. Далее Андрей, он же Шэдди Ингеймс, какой-то стример-ноунейм, ответил на вызов Ивана, сделав именно то видео, которое Кэта просил, с зеркальными аргументами. Неплохо, конечно, но если задуматься, имел ли он на это право? Ну, конечно, нет, ведь его видео несло оскорбительный характер. А где именно? Ну, где-то точно несло. Иван же не соврал, не так ли? К тому же Кэт сам сказал, что любого, кто сделает подобное видео, он бесплатно пропиарит. Ну, теперь понятно, чего добивался Шэдди. Пиара на горбу Ивана. Вот так вот. И не важно, что Иван не сдержал обещания. Разумеется, еще всякие ноунеймы не пиарились на нем. Правда, когда-то сам Иван поступил так же, пиарясь на Ксении. Ну, так это когда был-то? Много воды утекло с тех пор. А тут еще и другие подключились, тоже поливая Ивана грязью, натравливая на него своих людей. Ну, то есть, как натравливая? В роликах не было такого, не было ни призывов. Наоборот, были призывы никуда не идти, никого не травить. Ну, они-то поняли это именно так. А значит, они, блогеры, тоже виноваты. Правда ведь? Мистер Кэт стоически сдержал удар, умело постяв от Ажабы с Ксюшей и мной в своей группе. Да, признаю, заслужил. А еще спустя несколько месяцев он даже извинился перед ней, но она не приняла его добрых слов и послала на три буквы. И тогда в дело вступил Тесфан. Да, Фантом выпустил ролик, где умело разоблачил двуличность Ксении, и я снимаю перед ним шляпу. Его аргументы переубедили меня, как и многих других просмотревших ролик. Он показал, что она ратовал вовсе не за комьюнити, а за хайп и самоутверждение. Социопатка, что с нее взять? Обиделась на Ивана за историю двухлетней давности, мол, он отказался с ней стрим провести. Знал бы я это заранее, может быть, и не совершил бы ошибку. Я думаю, нам давно не хватало слова Бати, такого как Фантом. Мне уж так точно. Я вроде бы как знал, но все же он подтвердил мои догадки, проиллюстрировав их. Он показал, кто на самом деле в этом споре слабое звено. И вы не представляете, как отрадно мне видеть комментарии под его роликом. Народный гнев бурлит, справедливость торжествует. Люди высказывают свое взвешенное обоснованное мнение, а сам Тесван абстрагируется от всего этого скандала, не желая никого оскорбить. И, глядя на это буйство справедливости, я как никогда вижу свою ошибку. Восток дело тонкое, а где тонко, там рвется. Цепь сильна ровно настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. И в этом конфликте я когда-то искренне считал слабым звеном именно Ивана. И изменяться тут не за что, ведь считать его неправо не значит оскорблять или ненавидеть, нет. Мое мнение об Иване не ухушило, с тех пор даже, наверное, наоборот, в какой-то степени улучшилось. Нет, слабое звено не он. Я думаю, вы поняли кто. Я уверен, что поняли. Уж мои зрители так точно. Зря, что ли, я по крупицам собирал умную аудиторию. Но ведь вами дело не ограничивается. Приходят новые лица, особенно на хайпе. Они жаждут ответов на свои вопросы и им их дают. Когда-то многие, включая меня, были за Ксюшу в этом скандале. Теперь же многие отписываются от нее, поменяв мнение. Бегут стирать свои старые комментарии. И в этом нет ничего такого. Им ведь открыли глаза. И мне их тоже открыли. Поэтому тем, кому наконец открыли глаза на то, какая Ксения Фокси Микс твою личная тварь, я могу сказать только одно. Срочно отписывайтесь от ее канала. И от моего тоже отписывайтесь. И даже не приближайтесь к нему. Честное слово, от меня не убудет. Потому что слабое звено не Ксения. Еще не догадались кто? Слабое звено во всем этом конфликте – это вы. Те, кто еще вчера, совершенно не разобравшись в вопросе, не взвесив аргументы, не выслушав обе стороны, поливал грязью Ивана, а сегодня обеляете его, обращая потоки желчи вспять уже на Фокси Микс. Потому что вам так сказали. Открыли глаза. А завтра вам скажут иное, и вы снова побежите, как стадо баранов, блея и плюясь ядом изобличать того же Фантома, а затем еще кого-нибудь и так далее по цепочке, и этому не будет конца. Вы, те, кто кричат о заселе скандалов на Ютубе и в то же время поддерживающих на плаву, это вы, слабое звено цепи всех этих скандалов. Вы даже не осознаете, как легко вами манипулировать, как легко просто показать пальцем и сказать фас, и вы побежите кусаться. Меня откровенно уже тошнит от этой фальши. И хотя я уверен, что артистизма мне не хватает, таким вот вступлением я выполнил поставленную задачу. Что, настроились на то, что я тоже буду поливать ее грязью, да? Ну, если вы сейчас почувствовали обиду, мол, как это я могу о вас такое говорить, то это знак. Если вы готовы, как стаи птиц, от кормушки кормушки метаться и оставаться лишь там, где в кусте и кормят дерьмом, то прямо сейчас выключайте видео. Если вы люди-флюгеры, и чтобы переманить вас на свою сторону, нужно как можно пафоснее ввести вас вокруг пальца элементарными манипуляциями, если вы готовы орать «давай еще, давай больше таких» видео, где людей поливать грязью за дело или нет, неважно, главное, чтобы поливали да пожирнее, тогда избавьте мой канал от своего присутствия. Мой, Ксюшин, Андрей, вообще всех. Идите-ка всяким-то с фаном и прочим, у которых хлев вместо комментариев. Вот, вот там можно выплакаться о том, какая Ксюша мразь, какая я мразь, какие вообще все блогеры мрази, одни вы в белом. И о моей судьбе не печальтесь. Я не гонюсь за подписчиками, они медленно, но верно набираются. А я буду спать слаще, зная, что канал стал чище. Всем же остальным, тем, кто не меняет решение по щелчку пальцев, не ведутся на финты ушами и пафосные речи вроде моей, не забывают любой ситуации подключать голову и не ленятся проверять факты, те оставайтесь, если, конечно, захотите. Я пойму, если после такого вступления вы отпишетесь. Некоторые могут обвинить меня в токсичности, а я вот считаю, что еще мягко обошелся. Видя, как кумиры молодежи поливают друг друга гноем на потеху миллионным аудиториям, чувствуешь себя монахом в келье. Ну что же, для тех немногих, кто остался, чтобы дослушать, что же я думаю обо всей этой ситуации, а чтобы услышать подробности, мне придется начать все заново. И не надо делать вид, что вам неинтересно. Повторю, было бы неинтересно, не смотрели бы уж не до этого момента точно, не так ли? Только теперь уже без прикрас. Как вы помните, мистер Кэт, которого я буду все же звать по имени Иваном, решил сделать ролик со своими догадками. Серию роликов. Я уже разбирал их и показывал всю их абсурдность. Я также показывал скриншоты переписки, да и не только я, на которых видно, что Ксюша пыталась честно поговорить с ним, показать ему, какую чушь он мерит, приводя аргументы, которые любому маломальски знакомому с лором человеку будут понятны. Про тех же Ричманов. Но он даже ничего не понял и продолжил свои изыскания. Изгои. Все изгои – это отсылка. Я такой... Просто вышел с чата и пошел. Заново говорить про них я не буду, можете посмотреть прошлый ролик. Некоторые могли подумать, а не рисковато ли Ксения с ним обошлась в тот момент. На мой взгляд, нет. Лично по моим меркам. Однако не стоит забывать, что все люди разные. И вот Фантом дает подсказку доверчивому зрителю. Но он заработал подписчиков некрасивыми глазками, конфликтами и милым глазком. А потом, в один момент у вас не получилось сделать совместный стрим. Отчего у тебя бомбануло, но ты подождала удобного для себя момента, когда много народу настроилось против Ивана. Со времени той переписки прошло почти два года. Это какой злопамятной надо быть? Ты смотри, какая же она злопамятная. Мне очень нравится стиль Фантома. Выставлять на показ личную переписку с тайными не только Ксении, но и Ивана. Переписку, которая явно не позиционировалась как информация для общей огласки. Но раз уж ее раскрыли... Что же, теперь это достояние общественности. Иван, если ты посмотришь это... А ты посмотришь это, чтобы ты мне там не говорил в тот раз, то знай, что именно твой новообретенный союзник так непочтительно обошелся с твоими тайнами. А то получается, что ее как-то криво раскрыли, лишь наполовину. Нет, ребят, я не могу позволить вам держаться в таком злостном неведении. Видите ли, в тот день, в 1016 году, Ксения готовила совместный стрим с Иваном. Оповестила аудиторию, отложила свои дела, долго готовилась, а в итоге, в час чей, Иван просто свинтился, славшись на какие-то там временные причины. И по итогу выяснилось, что это жена ему запретила. Я не знаю, что это была ревность или еще что-то, судить не буду, но Ивана быстро приструнили. Именно приструнили. Вы думаете, почему он не рассказал открыто, почему он отказался от эфира, а? Я не знаю. Но думаю, что потому, что ему было стыдно. Ксения с упорством, достойным, на мой взгляд, лучшего применения, билась лбом в закрытые ворота, пытаясь одновременно извиниться перед его женой и понять, что же случилось. Но как об стенку горох. И даже в этой ситуации злопамятная Ксюша почему-то не захотела оглашать причину отмены стрима, выставляя себя в не лучшем свете перед аудиторией. Хотя, как по мне, и не велика беда. Ну, мало ли какие-то масштабы трагедии были, я не знаю. Она не захотела оглашать на все кругу о том, что Иван повел себя как последний... Ммм, как бы это сказать-то? Ой. Извините. Извините, будильник. В общем, слово забыл, ребят. Ну, сами подставите его за меня. Ну и вот, с тех пор он прекратил с ней все контакты. Учитывая, что именно на ее безвозмездной помощи он поднялся, Ксении, которая, напомню, женщина, было обидно. И она просто махнула лапой на это дело ровно до 2018 года, когда Иван сначала начал нести бред, и тут Ксения просто была возмущена потоком откровенной идиотеи, а позже и вовсе оскорблениями в ее адрес. Замечательно, не правда ли? Очень подстегивать к примирению. А примирение и позже. Именно тогда в дело вступили я и другие, включая Фантома. И раз уж он так ратует за правду матку, давайте я ему помогу и, как и раньше, разберу его пассажи. А вы посмотрите, как легко вас обманывают. Как детей. Сегодня речь пойдет о Фокси Микс. Она же Фокси. Фокси Ди. О, уже с порога. Фанаты Фантома высоко оценили сравнение к сюжет с порной актрисой. Он как ликует в комментариях. А вам что, не смешно, нет? Зря. Очень высокая интеллектуальная шутка. Все привыкли крутить одну шарманку. Какой мистер Кэт плохой? Какой бред он несет? Манипуляция номер раз. Все включают тебя. И я напомню, хотя он сам об этом упоминает, что он также был в числе тех, кто снял ролик, где точно так же насмехался над Иваном. Друзья, всем привет! С вами Ванек. И вы на канале Мистер Киттикэт. Ролик лидер просмотров. Как и у меня. Еще один камень в огород тех, кто кричит о засиле скандалов. Знакомьтесь, народная спасительница Лора. Капитан Лор. А также спасительница всех обманутых мистер Кэтом людей. Манипуляция номер два. Так ее преподносишь только ты. Твои фанаты, смотрящие тебе в рот не в счет. Причем ты-то делаешь после долгих месяцев сотрудничества. После того, как она доверилась тебе. Ай-яй-яй. Все началось с безобидного поста от Фокси Микс. Совсем недавно выложенного у Ксюши на странице. Там было что-то снова про кота. Про то, что надо бы было еще видосик о нем сделать. А что же ты не показал этот пост? Я вот обыскал всю страницу Ксении и всю ее группу. Но единственный пост про Ивана, который идет последним, датируется аж 25 сентября. Действительно. Совсем недавно. Посвящен он тому, как любезный мистер Иван побежал докладывать Олегу, который Эшкинг мол, что Ксения-то его с потрохами сдала, рассказав про его доходы. Олег был очень удивлен, учитывая, что он ей никогда ничего подобного не рассказывал. Но Ивану главное было вбросить. Это еще один гениальный план, не иначе. За которым позже неловко попытался извиниться. Ну то есть как попытался? На его взгляд, конечно. Других постов я не нашел. Не иначе, как Ксения их удалила. Может и я такой невнимательный. Допускаю, что в теории пост мог быть. Но раз бросаешь в лицо обвинение, подкрепи его хоть чем-нибудь. А то получается какая-то манипуляция. А может тут и справедливость? Верно ведь? Да, вроде тех супер обличительных видосов про кота, которые на серьезных щах, приправленные тривиальным юмором, на фоне ажиотажности данной темы делал каждый кому не лень. О, и Шейдингеймс осветился. Откровенно говоря, его видео мне понравилось больше своего. Действительно, очень талантливо и сдержанно сделано. Он просто зеркально скопировал стиль Ивана, поэтому на серьезных щах приводил точно те же аргументы, приправленные вполне толковым юмором. Строс Мкай, друзья, это остров рядом с Хаммерфилл. Че, серьезно? Так тоже можно? Пф, то окей. Орк выпил трепива, рыкнул некрасиво, и вымолвил эльфу прощай. Заметили, заметили? Орк не Редгард. Орк выпил трепива. Советую посмотреть и убедиться. Разумеется, я уже сказал, что Иван нашел повод не сдержать слова. Безусловно, Шейди на это и не надеялся. Он же не идиот. Было и так ясно, что Иван уже со старта загнал себя в угол, поэтому найдет, как отморозиться. И вот сюрприз, нашел. Мол, там оскорбительная подача. Ребят, посмотрите ролик Шейди. Если найдете там хоть одно оскорбление, я сниму перед вами шляпу. Как Кунглао. Кстати, мне нравится, как в комментариях Фантома меня, Шейди и прочих называют всякими ноунеймами. Ну да, куда нам, ноунеймом до величия Фантома. У нас же нет своей Википедии. Полагаю, для вступления в такие вот полемики необходимо иметь разрешение, одобренное сообществом. У Фантома-то оно, безусловно, есть. Покажите мне хотя бы одного блогера, который не удаляет комментарии, и я покручу пальцем у виска. Комментарии необходимо подчищать, если не хочешь, чтобы канал превратился в ту помойку, которую мы наблюдаем у Фантома. А помойки позже. То, что она удалила кое-кого из друзей, что в этом такого? Почему все эти кривляния, я не понимаю. Или что, ты реально жалеешь? В ролике, кстати, не показано, что там было удалено, опять же. Может, там Ксюша матом всех крыл и проклинала до седьмого колена. Что-то мне в это слабо верится. А может, крылья ее. Кто знает? Я знаю, на самом деле. Вот он, тот пост. Цитирую. Кот хоть и ебутый, но шарит. Умеет привлечь к себе внимание, поджечь пердаки лородрочеров. Дальше прочитайте сами, чай, грамотная. Ну? Как вам такое? Оказывается, Ксения, я и прочие, мы все лородрочеры. Я не знаю, каким калекой корпуса надо быть, чтобы не удалить подобное. Внимательно прочитайте, там много интересного. И да, я полагаю, фантом на комментарии никогда не удаляет, как и Иван. Не так ли? Кажется, что нет. Только вот это не делает ему чести. Чуть позже сами увидите. Ты говоришь везде, что хочешь правды. Что это твоя первостепенная цель, которую ты преследуешь. Хочешь, чтобы люди не были обмануты. Боже, какой альтруизм. Делаешь ролики о разоблачении мистера Кэта. Пишешь, где только можно, посты о его разоблачении. О том, какой же он плохой. Какой он сякой. Везде это в своей группе, под своим роликом и отвечая на вопросы под роликами других людей, затронувших эту тему. Которых всего-то штук 5-6 на самом деле. Это и есть носиться по всему интернету в глазах фантома. Или речь о том, что она скидала тебе это в личку, чтобы поделиться радостью от проделанной работы и узнать твое мнение. Ну так это показатель высокого доверия, который ты растоптал, как настоящий мужик. Он делает лишь одно упоминание о тебе, и твой пукан рвет на части. Сегодня очередные доказательства и ответ одной обиженной рыжей девочке. Я не интересовался пуканом Фокси Микс, но то, что ей было обидно слушать оскорбления в свою сторону, это факт. Я более чем уверен, что увидев этот ролик, ты также побежишь строчить на меня разоблачения, ролики и посты. В конце концов, ты же собрался делать второй ролик про Ксению, хотя она тебе ничего не ответила. Так что ты там про пукан говорил? К слову, ты же тоже ролик делал на эту тему. Что, тоже вулканическая активность в заднем проходе? Ты бомбишь и ведешься на провокации, как маленькая школьница в менструальный цикл, записывая видео с миллионом фактов, почти на 20 минут и расплескиваясь комментариями в его сторону по всему интернету. Как по-джентльменски, хочешь выставить себя идиотом, расскажи людям о бабах, беснующихся от их женских проблем. Слышали, женщины? Какие вы, оказывается, а? Молодец, поставил ее на место, че? Публика оценила под пивасы-семки. Это даже не детский сад, это пивнушка какая-то. А вот ты, кстати, побежал делать ролик про Иванова, у тебя тоже был менструальный цикл? Риторический опрос. И нет, что вы, она делала их не потому, что Иван сам просил людей делать их, не потому, что она возмущена его невежеством, и уж точно не потому, что он покатил на нее бочку, нет. А знаете почему? А вам сейчас расскажут. Ты умело преподносишь людям лишь одну сторону монеты, то, что выгодно лишь тебе. Ты говоришь, что когда ты помогал Ивану, бла-бла-бла. Да, у него тогда не было подписчиков, а у тебя было много. А потом резко его дела пошли в гору. А на твоем канале было тускло. Да, я помню, отрыв был большой. Почему? Да потому, что ты забросила свой канал, не выпуская видео месяцами из-за своей лени. А Иван штамповал видосы как стахановец, пусть и бредовые, но он заработал подписчиков некрасивыми глазками, конфликтами и милым глазком. О да, не заглазки уж точно. Ну то есть, что нам говорит автор ролика? Мол, да, ты ему помогла, но потом-то он возвысился, а тебя зависть заела. Надо ведь работать как стахановец, клепая откровенный проходняк во всех смыслах этого слова. А потом у нее бомбануло из-за отмененного стрима. Там дальше рассказывается та история, о которой я вам уже поедал. Какой вывод делает зритель? Ксюшу заела зависть. А если сделать вывод с той информацией, что я вам дал, выходит, что ее действительно задело его, мягко говоря, странное поведение, не джентльменское. Сначала использовал ее добродушие, потом сделал подлянку, теперь несет бред, а потом оскорбляет. Стоило оно того или нет, это решать не нам. Мы не Ксюша. Лично я считаю, что нет. Общаться с дураком себе дороже, и вся эта ситуация отличная тому иллюстрация. Все его хейтили и глумились над ним. Да, я в том числе. Но я не строю в себя серую овечку. Я гребаный волк. Да какой ты нахрен волк? Ты свинья. Самая обыкновенная. Ведешь себя во всяком случае подобающей свинье. Бедненький Иван. Сам призвал парировать его идиотские аргументы, начал оскорблять, выложил это на всеобщее обозрение, а теперь выяснилось, что люди-то не идиоты, и по достоинству оценили сие излияния. Иван — это не бедный и беззащитный. Это тот, кто сам намеренно наломал дров, а потом, когда его прижали за его же слова, он упал на землю, поднял лапки кверху и притворился бедненьким и беззащитным. Это, знаете, был такой мультик старый про Зайца, который после того, как делал гадость, сразу падал на землю и говорил «Признаю свою ошибку, лежачего не бьют». И лежачего не били. До поры. Ну, Зайц хотя бы ошибку признавал. И ты решила максимально утопить его, задев за его слабость, незнание лора, от себя тяну и забавные выдумки. Все это давным-давно знали, ничего не изменилось. Ты не открыла нам ничего нового, но ты решила использовать это в своих корыстных целях, дабы отомстить ему, опустив его за его проступок. Пустить на него кучу хейта, чтобы он почувствовал эту месть. От него отписалась куча людей. К тебе подписалось более 20 тысяч подписчиков. Поверь, Ксюша, я сменил десятки работ, перелопатил психологию и философию, исколесил всю страну, сменил кучу квартир, контактировал с сотней людей. Я не психоаналитик, психиатр, но у меня есть опыт, чтобы сделать достаточно выводов о тебе. Я сделал эту маленькую склейку для наглядности. Между этими моментами идут 4-х минутные псевдопсихологические экзерсисы, иначе и не скажешь. Но раз Фантом у нас такой замечательный психолог и так много прочитал, то наверняка ему известен термин «каузальная атрибуция». Это когда чужим действиям мы приписываем собственные мотивы. Видите ли, истинные мотивы человека, постороннего человека, нам неведомые в подавляющем большинстве случаев. Сдается мне, именно это и происходит в данном ролике. Он просто приписывает ее действиям собственные мотивы. Это не она пошла что-то делать из лоба, это он бы так сделал. Собственно, он так и делает. А что же, по-вашему, еще происходит? Они долгое время сотрудничали, она считала его своим другом, доверяла информацию, которую он теперь смело раскрывает зачем-то. Она помогла ему в озвучке его проекта, насколько мне известно, безвозмездно. Об этом мы еще поговорим. Не устали слышать от меня подобное? Что поделать? Информацию нужно правильно подать, как суп ле манифи к императору. А теперь мое любимое. Про кучу хейта, которому Ксюша подвергла бедного Ивана. Тебе и этого было мало. Ты упрекнул его тем, что тебе жаль его сына, из-за того, что ему попался такой тупой отец. Он же всего лишь пожелал счастья. Но ты до сих пор глумишься над ним. Злорадствуя, написывай свои комментарии в интернете. Цепь сильна, настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. В цепи моих аргументов это самое слабое звено. Потому что я тоже уверен, что с сыном был уже перебор. Безусловно, она была на взводе, они оба были. Но это не может послужить им полноценным оправданием. Однако, в какой-то мере все же может. Ведь ситуация очень интересная. Ксения, оказывается, призывала хейтить Ивана. Так сейчас модно говорить, да? Поливать его грязью, срать в комментах, да? Или нет? Не призывала? А тогда в чем же дело? Все, к чему она призывала, это думать своей головой и следовать вопрос. Не хотелось отвечать на подобные хамоватые выпады. Мол, снимите свою версию, вы же лороведы. Пускай, они же такие лорные, вы же такие лорные, сделайте! Но когда доказательства стоят на двух кривых палках, становится немного не по себе. Да и уже хочется открыть глаза тем, кого ввели в заблуждение. Так вот, ты хотел подробный разбор от лороведа? Я тебе его предоставлю. Тогда что не так? А то, что к Ивану, я уверен, все же пошли некоторые особо одаренные люди и начали лить на него грязь. Увы, такие индивиды есть у всех блогеров. Они есть и у меня, я знаю. У меня как-то было одно маленькое разногласие с одним начинающим, и я об этом как-то вскользь упомянул. Несколько человек от меня пришли к нему на канал и начали его там такими словами кастерить, что я когда увидел, мне стыдно стало за все, что я делаю. Не надо так. Это низость. К слову, должен сказать, что подобное поведение присущее, как это ни странно, именно целевой аудитории Ивана. И по комментариям вы сами можете это понять. Да и позже увидите. Я покажу вам наглядно. Разумеется, есть такие у Ксении, что поделать. Только вот обвинять ее в этом глупость. Что мешало отсеивать таких? Ведь модерация на сайте работает полным ходом. Однако мы же не посмотрели на то, что же творится со стороны Ивана. Фраза про сына проскочила именно тогда, когда он пошел якобы мириться. Почему якобы? А вы почитайте переписку и подумайте, как бы вы смогли с таким человеком построить диалог? Это же непрошибаемый мужик. Ему про ерем, он про Фому. Где тут раскаяние? Где признание ошибки? Извинение – это когда человек признает свою вину и осознает ее. Это ключевое слово. Ну и раскаивается, разумеется. А когда он говорит дежурную извини, особенно после такого, это не извинение. А после какого такого, спросите вы? Ну, Ивана еще в районе сентября прошлого года приходил к Сене с такими вот извинениями. А тем временем он не просто пропускал посты с прямыми и гнусными оскорблениями Ксении, меня и вообще всех, но и лайкал их. Поглядите, какая прелесть. Нравится, да? Он с радостью принимал фото жабы подписчиков и сам постил их. Владельцу канала лайкнуть пост с оскорблением равноценно тому, что он сам это оскорбление произнес, ведь он расписался в согласии с этим. Видите, как все интересно. Какие замечательные фанаты у Ивана. Он улыбается и смотрит тебе в глаза, а в это же время под столом тыкает тебя ножом. Одной рукой стихи строчил, другой... Ладно, это уже не в тему. И, конечно же, никто не вспоминает того, что Ксении пришло куда больше восторженных фанатов, ведь малолетняя аудитория Ивана легко возбудима. Такие потоки мата и диатии свойственны повторять только им. Правда, те посты были удалены. И тут я могу сказать только одно. Правильно сделала, что удалила. Еще мы грязь у себя не хранили для потомков. И, кстати, про потоки фото-жап и постов про Ксюшу в паблике Ивана тоже как-то все умалчивают. А что так? Не выгодно, что ли? А теперь вот вам еще повод задуматься. Когда мне сообщили о ролике, я сперва пошел смотреть не его, а комментарии под ним. Они порой могут рассказать об авторе гораздо больше, чем сам ролик. И правда, вот что я нашел. Один за другим идут прозревшие, а между ними жирным слоем намазаны те, кто изящно, с их точки зрения, конечно, оскорбляет Ксению. И все посты пролайканы. Все. Ну, на следующий день ему, видимо, на работу надо было, лайкать уже было некогда и удалять тоже, поэтому пришли уже несогласные. Не утверждаю, что он что-то удалял, но как-то странно. Подряд раньше шли только посты согласных и ни одного несогласного, и все пролайканы, то есть за лентой следили, читая все подряд. Подозрительно, вам не кажется? И так слово о том, что он делает упор именно на этом. Мол, сравните ее и меня. Ну, сравнили. Полегчало? Сравнение явно не в его пользу. Ну, и что называется, найдите 10 отличий от постов мистера Кэта. Мне лень заниматься продвинутым монтажом, но я уверен, что если бы я перемешал эти посты, вы бы, не посмотрев на иконку лайка, не узнали бы, где и с какого канала. Разве что у ТСФА на общий уровень грамотности комментаторов повыше, что в этом случае не делает им чести. Вам вообще не стыдно? Вы с мамами, с женами, с подругами также разговариваете? Но вернемся к ролику. После всего услышанного и увиденного людьми, твои слова будут звучать совсем по-другому. Ты говоришь о себе, ты главный монстр и свой же враг, который натравил на человека кучу блогеров. Их подписчиков, набрав на этом большую часть аудитории. На костях Ксюша. Ну, про Костю это он хорошо пошутил, учитывая все, что я только что сказал. Благаю, он уже попросил отписаться всех, кого набрал за собственный ролик про Ивана. К слову, как заметили такие комментаторы, Ксюша наоборот спрашивала людей, мол, на кой хрен вам еще ролики про этот скандал. Она вовсе не стремилась их клепать. И в итоге у нее их сейчас на канале... Три. У Фантома уже два. Плюс, судя по тому, что мне сказали, он собирается делать второй про Ксюшу. Ведь зачем останавливаться на одном, когда можно войти в раж, верно ведь? Итого три. И чем же он лучше, скажите мне? Ну как же, он же борется за справедливость. Не то, что двуличная Ксения. А как там поживает группа Elder Council в ВКонтакте, на которую Фантом натравливал своих подписчиков прямым текстом, когда царю показали фигу? Как там Гуднэйчерт, который за помощью в озвучке получил грязь на стриме просто потому, что Фантому не понравилось, как неэффективно тот работает? Эй, жалкое зрелище. Но давайте досмотрим, там правда интересно. Ты говоришь, что против? Тебе нужна война, Ксюша. Ты ясно об этом пишешь, но в видео ты почему-то нагло врешь своим подписчикам, прячь это за благими намерениями. Ага. После потока оскорблений от Ивана и его фанатов, легкоранимая Ксюша психанула и сказала про войну. Ишь, какая ведьма! Ну ё... Каузальная атрибуция, Фантом. Каузальная атрибуция. Ты двуличнее, чем Харви Дент. Что с тобой стало, Ксюша? Твой последний ролик, связанный с лором, над которым ты более-менее старалась, тратя время для поднятия знаний своих подписчиков в плане лора, который тебе так важен, был 10 месяцев назад. А что после? Давление на жалость? Куча воды? История о том, как же мне было плохо? Разжигание конфликта в видосике про мистера Кэта? Снова про мистера Кэта? Снова ля-ля-та-поля вот такая вот судьбинушка-судьба? И стримы, 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 и ещё раз стримы. Всё. Ты скатилась, Ксюша. Старание коту под хвост. Ты смеёшься над контентом, мистера Кэта? А что стало с тобой? Ты стала постоянно жаловаться и критиковать, не делая ничего толкового. Ну, пошла аналитика контента. Как по мне, это только лишь её дело, какого рода контент делать. Я не знаю, хорош ли контент Фантома. Когда я сделал машиниму, ко мне приходили люди, говоря, что наконец-то альтернатива Фантому, у которого всякая хрень. И знаете что? Я удалял эти комментарии. Чтобы просто человеку не было обидно, если вдруг он случайно посмотрит и увидит подобное. А когда приходили оскорблять мистера Кэта, кастом сторисы и прочих, я их банил. И всех, конечно, кое-что пропускал, но самые жёсткие уж точно. Потому что санитария на канале – залог чистоты. А у них, как я уже сказал, помойка. Я уже продемонстрировал вам те комментарии. Нравится вам такое? Если да, то у меня для вас плохие новости. Ну так вот, я не знаю, какого качества контент у Фантома. Но даже если он идеален, после того, что я увидел, я с таким в одном поле срать не сяду. Уж извините за мой Альдемерис. Тот, кто так себя ведёт – настоящая свинья. И это не оскорбление. Я просто подбираю наиболее подходящее определение такому поведению. Хотел бы оскорбить, за словом бы в карман не полез. Не вы одни умеете ругаться. Ну а теперь, наверное, самое весёлое. Давайте я тоже скорчу умную рожу и буду строить теории по поводу поведения Фантома. А то что, я ведь тоже книжку Дейла Карнеги прочитал 20 лет назад. Чё, зря что ли? Всё, я тоже психолог. Ну, разумеется, нет. Это всего лишь мои предположения, основанные на информации из книжек Мару Псула. Но... Сами смотрите, насколько они правдоподобны. Итак, помните, я говорил о том, что это всё похоже на сведение счётов? Потому что иначе это что? Он вдруг увидел, что на дву лично решил так поступить? Начать оскорблять её? Что же в итоге? В итоге я надеюсь, каждый сделает свои выводы. Да, ты озлоблена на мир. И, возможно, страдаешь. Тебя мучает, что многое не успело. Многое прошло. Дезадаптация в школе дала свои плоды. Инфантильность до сих пор превалирует в тебе. Эгоцентризм. Мечтательность. Капризность. Перестань держать обиды. Избавь себя от внутренних демонов. Не нужно вымещать всю эту злобу на людей. Так ты ничем не отличаешься от тех ублюдков, которые тебя избивали. И я не поочеряю это. И ни в коем случае не хотел оскорбить никого. Да, я люблю шутить. Шутить жёстко. У юмора порой нет границы. У вас потрясающее чувство юмора, сударь. Прямо такие аристократичные. Скажите мне, как психолог психологу, наличие оскорблений человека в комментариях и их лайканье – это не оскорбление? А вот пост про рыжую ведьму, которая бомбанул, её друзей-петушков и дефектных недоблогеров – здрасте, если что, это, кстати, я, дефектный недоблогер – призыв расчехлить его с указанием ссылки на её страницы. То есть прямым призывом делать то, чего ты в таком шоке в этом ролике – от поливания грязью. Шутки про секс с ней, куча оскорблений под этим постом. К этому всему ты не причастен? Это само образовалось? Из большого взрыва говна? Или, может быть, это шутка такая? Ну и что, ему одному, что ли, можно? Давайте я тоже попрактикуюсь психологией. Итак, всё это похоже на сведение счётов. Но каков мотив, Ватсон? А чёрт его знает. Но у меня есть информация. В руки нашей редакции попала переписочка, в которой Ксюша обещала встретиться с Фантомом, когда была в Питере, но не смогла. Кто знает, может быть, он питал надежды? Я обиделся. Неспроста же он так искромётно шутит в комментариях про то, что она ему не дала. Тайна достойная расследования Галантира, не так ли? А ещё вот есть часть переписки, где она, не стесняясь, обвинила его в лицемерии, увидев его поведение. Как можно так обижать Солнцеликова? Может быть, у него от этого пригорело? Кто знает. А может, ему не нравится, что Ксения обскакала его по подписчикам? О, да, Хайпожорка посмела ответить на выпад и набрала на этом аж 10 тысяч подписчиков из 90. Возмутительно. А Тесфан сколько набрал, когда сделал подобное видео? А теперь он, получается, переобулся и сделал ещё одно такое видео, но уже с курсом на другую сторону. Двойной Хайп? Может, ради этого всё и затевалось? Ммм? Кто знает. Вот такие пироги. Король-то голый, да? Нитишки. Это всё ещё ироничное обращение, ведь моя аудитория в основном большинстве нормально отреагировала на прежний ролик и никому гадить не бежала, потому что аудиторию нужно взращивать, как грядку, избавлять от всяких сорняков, а не поощрять их рост. Ксения помогала Фантому, Гуд Нэччер помогал Фантому, а потом он костерил их на своих стримах. Извините, запись у неё располагаю, но захотите найти, найдёте. А завтра он снова решит, что Иван плохой, и снова его королевство флюгеров поддержит его в этом мнении. Я клянусь, если почитать ранние комментарии под его роликом, создастся впечатление, что там людей вообще собственного мнения нет. Вот в этом-то и проблема. Подводя итог, я ещё полгода назад говорил, что Иван ведёт себя как дурак и местами как свинья, да. Но он далеко не самый худший представитель Ютуба. И вот теперь перед вами кто-то, кто гораздо хуже. Мистер Кэт, он именно что, дурак. С этакой детской непосредственностью. Он добрый дурак. И если бы он не перешёл черту, вообще бы претензий к нему было ноль. Кто я такой, чтобы судить о чужих умственных способностях? Ну, он сделал то, что сделал. Однако вот из-за этой детской непосредственности, к которой многие его подписчики тянутся, хотя я подобное не одобряю, ну, всё-таки взрослый мужик, 32 года, всё-таки вот из-за этого его можно понять и простить. Но не Тесфана. Тесфан не дурак, о нет. Каждый его шаг обдуман и выберен. Каждое сказанное оскорбление было сказано намеренно. Каждое залайканное оскорбление было залайкано намеренно. Он тот, кого вы называете токсичным блогером. Он изрыгает яд на людей и веселится вместе со своей безумевшей свитой. Такое вот моё мнение. Ну и напоследок я возвращаюсь к основной канве ролика. Я сначала не рвался делать его, ибо подождёт, работает так много. Но когда я увидел последний пост Фантома ВКонтакте, вот этот, я понял, что это нужно сделать сейчас, как можно быстрее. Как и тогда, я встал на защиту человека. И если вы считаете это поводом для ухмылки, то с вами явно что-то не так. Мне откровенно противно видеть, как девушка вот так вот подло оскорбляет. Девушку, не девушку, в принципе, не важно. И нет, я не поборник чести и справедливости. Я и сам не без греха, и при желании можно и на меня что-нибудь накопать. Помните, как писал достопочтенный Фантом? Коварный Рыжик втихую собирает армию петушков и дефектных недоблогеров. Я не Ксюша, мне плевать, кто и что во мне говорит. Да, это я один из тех самых дефектных петушков-недоблогеров, который, по его словам, пытается свергнуть батю с пьедестала. Да боже упаси. Сиди на своём насильстве, сколько вздумается. Угарай над выдуманными бомбёжками чьих-то там пуканов, пасти идиотские фотожабы и шутки про Спанчбоба, лайк и оскорбление. Можешь растараться и накатать на меня какой-нибудь разоблачительный памфлет, где расскажешь о том, какая я двуличная мразь или же трёхличная, я же всё-таки игрушку озвучиваю, что я хайпажор, что Иван просто всех затроллил своим мегаинтеллектом, который невооружённым глазом видно. И этот ролик соберёт множество просмотров и восторженных комментариев, которые снова можно будет лайкнуть. Найди себе союзников, которые тоже что-нибудь подобное снимут. Развлекайся, играй в батю, в лоровую войну, купайся в этом гное, растворись в нём. Скатертью дорога. Тем же своим зрителям, кому в очередной раз раскрыли глаза, могу порекомендовать отписаться от моего канала и пожелать научиться, наконец, анализировать информацию, а не жрать, что дадут, независимо от любви к поставщику. Отписываться от кого бы то ни было, кроме себя, не призываю. Подписываться на себя тоже не призываю. Ну а тем же, кто имеет голову на плечах, могу порекомендовать, а точнее, наверное, даже попросить, пройти на канал Ксении и поддержать её добрым словом. Добрые слова и к вашке приятно. И Елисея, я думаю, тоже. А оскорбление и желчь оставьте тем, у кого это желчь вместо мозгов. Ну и в завершение, небольшой юмористический стишок, который, на мой взгляд, подходит по смыслу к теме ролика. Я услышал его лет 20-25 назад в одной из телевизионных передач, типа «Аншлага». Автора, увы, уже не вспомню, но исполнял его Николай Бондурин. Это пародия на басню «Мартышка и кредит». Мартышка как-то раз взяла кредит. И третий день его по-всякому вертит. То станет межкупьюр искать проценты, то поглядит, не капают ли снизу дивиденды. Крутит его и так, и сяк, кредит уж как мочало. И в результате трёпки пачка больше стала. Мартышка радуется, пляшет и поёт. Мартышкин труд принёс финансовый доход. Друзья, мораль сей басни очевидна. Мартышка – дура. За людей обидно.